В отделении переливания крови Губкинской городской больницы многолюдно там стартовала акция донорства костного мозга. Желающие помочь пациентам с онкологическими заболеваниями сдают кровь для проверки на совместимость и наличие нужных генов для транспортировки стволовых клеток. На сегодняшний день в Губкинском уже более 200 человек входят в состав федерального регистра доноров костного мозга. Приходят жители нашего города, где мы берем образец крови и отправляем его на генотипирование. Затем этот образец крови после генотипирования уже заносится в федеральный регистр доноров костного мозга. И если повезет, то шанс где-то 1 на 15 тысяч, то есть донор может оказаться идентичным по генотипу с пациентом, которому необходимо пересадить стволовые клетки. Донора может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет, который никогда не болел вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными онкологическими заболеваниями и не является носителем ВИЧ-инфекции. Особой подготовки для сдачи проф на генотипирование не нужно. Донор приходит к нам, заполняет добровольное согласие, анкетирование по состоянию своего здоровья и мы берем у него 3 миллилитра из сосудистого русла, то есть из периферической вены. Вот этот образец крови мы замораживаем, а потом мы его отправляем в город Киров, научно-исследовательский институт гематологии и трансплантологии. В акции «Давай вступай» приняли участие и сотрудники городской больницы. Для Русалины Епаровой сдать кровь на генотипирование – благодарность неравнодушным жителям и донорам Губкинского. Решилась без проблем, потому что у меня была ситуация, что мне переливали кровь, плазму. Доноры помогли, спасли меня, можно сказать. Поэтому я тоже очень рада, если мой козный мозг кому-то поможет в этой жизни, особенно если маленьким деткам. Я буду очень рада помочь. Рада помочь и врач-инфекционист Бибигуль Султанова. Специалист, не раздумывая, согласилась на эту процедуру. Процедура сложная, но тем не менее оказать хоть какую-то малейшую помощь для людей, нуждающихся в ней, очень важна для меня. И тем более трансплантация – это такая процедура, при которой только 1-2% из всех доноров могут попасть именно в тот перечень нуждающихся людей. Кстати, один из доноров Губкинского уже помог нуждающемуся. Один из доноров нашего Губкинского донорского движения стал донором костного мозга. Это Антон Прокошев, который летал в Питер и спас маленького ребёночка. И в 2023 году Антону была вручена награда за содействие донорскому движению. Стать донором можно в отделении переливания крови в Губкинской городской больнице. Узнать точную информацию можно по номерам телефонов 3-68-93 и 3-45-48. Алла Метура, Данила Индюков, Новости Губкинского.